Друзья, всем привет! Снова с вами я, Алена, вы на моем канале. И сегодня мы с вами говорим о такой теме, как, да, действительно, проблема углеводного обмена. Может ли эта история вызывать какой-то внутренний стресс и внутреннее какое-то разрушение организма? Может ли организм очень-очень сильно напрягаться от того, что есть нарушение углеводного обмена? Еще как может. При том, что у человека возникает трясучка гистационной, либо сахарной, либо такое состояние, как другой вид диабета, может приводить к ажиотации, желанию чего-то съесть, срочно что-то сделать, лишь бы крепкого кофе сладкого выпить, лишь бы нормализовать уровень кортизола и инсулина в крови. И так работает ситуация, связанная с постоянными нарушениями углеводного обмена. А сколько углеводов можно? А каких можно? По-разному, друзья, всем по-разному, особенно в зависимости от заболеваний и состояния ваших слизистых и вашего кишечника. Мы помним, что нарушение электролитного баланса, нарушение микрофлоры приводят также к нарушению обмена веществ. И чем хуже работает обмен веществ, тем сложнее человеку вообще понимать, что он ест, для чего он ест, когда он ест и сколько он ест. И для этого нужны помощники, клеточные помощники, антиоксиданты, витамины, минералы, которые нормализуют уровень сахара, которые приводят гормон стресса к норме и не дают слишком большие разряды надпочечникам. И когда у вас это постепенно-постепенно нормализуется, ваше состояние придет в норму. Чем можно помочь, если уже есть такая история? Понятно, есть стрессовый В-комплекс, есть холин-энезютол, есть магний с высокой степенью всасывания, есть комплекс мультивитаминов. И человеку, который не получает из еды достаточное количество минералов и витаминов, просто необходимо позаботиться о внесении в себя данных историй. Это видео носит абсолютно рекомендательный характер. Никак не отставляет ваш поход к врачу за дальнейшими рекомендациями, но вы можете уже начать думать о том, что вы едите, сколько едите, как это на вас влияет. У людей с нарушением углеводного обмена есть определенные показания к питанию и гликемическому индексу и гликемической нагрузке.